По данным Министерства внутренних дел, на временно неконтролируемой территории Луганской и Донецкой областей, под видом военизированных формирований так называемых ДНР и ЛНР, под Донецким и Луганским первым и вторым корпусом, на самом деле эти корпуса приписаны к 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации и состоят из кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, наемников и части местного населения. Состав этих сил на оккупированных территориях 35,5 тысяч только на Донбассе. В их арсенале танков 478, бронемашин 848, артиллерийских систем и минометов 750, реактивных систем залпового огня 208, противотанковых средств 363, средств противовоздушной обороны 419. Это не сепаратисты, не повстанцы, и купили они это оружие не в военторге, который захватили при агрессии. И количество бронетанковых сил здесь, пусть простит меня британский министр, больше, чем в Великобритании. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал реальное положение вещей. У нас, когда началась агрессия весной 2014 года, не было ничего. У нас была только сила духа бойцов-добрабатов, сила поддержки общества через волонтеров. У нас нет альтернативы, кроме как союз с странами НАТО и союз с Евросоюзом. Это абсолютная правда, но у нас есть еще одна дефиниция, которая находится выше этого. У нас нет альтернативы на компромиссы, которые заставляют нас лишаться той или иной части своей независимости. У нас нет возможности купаться в иллюзиях и делать вид, что Будапештский меморандум, который нам гарантировали великие страны, это какое-то недоразумение. Великие страны за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию гарантировали Украине безопасность и доторганность границ. После этого я был свидетелем того, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили, не провоцируйте Путина, спокойнее, давайте как-то спокойнее. И это спокойнее обошлось в нашей стране очень дорого, оккупированным Крымом, оккупированной частью Донецкой и Луганской области. Поэтому для нас дискуссии и вежливые разговоры с нашими партнерами, которые нам действительно помогают и которым мы признательны, это все-таки разговор на грани существования нашей страны. И имеем ли мы право говорить нечестно? Нет, не имеем. Поэтому очень важно для нас предоставление летального оружия как символ. Очень важно для нас декларации, которые нам заявляют наши партнеры. Но нам важнее гораздо конкретные шаги. И я не понимаю, как французская компания Engie с одной стороны пытается строить у нас гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне, которая великолепная инвестиция, хорошие прибыли и хорошо для Украины. А с другой стороны, как мне коллега-министр сказал, но не совсем на маленькую долю участвует в Норд-Сериме, совсем чуть-чуть. Нам не важно, чуть-чуть или не чуть-чуть наступают на независимость моей страны. Продолжение следует...